Добрый вечер, это новости латвийского телевидения. В ближайшие 30 минут о самых главных событиях в Латвии и за рубежом. Смотрите в выпуске. Президенты стран Балтии говорят о безопасности в Европе. Сама Европа готовится ужесточить контроль на внешних границах. В сухой все ближе. Вчера правительство одобрило сделку с новым инвестором компании AirBaltic. Сегодня руководство AirBaltic заявило, именно российские самолеты лучше всего подходят компании. Родственники девочки Вики, которую родители забыли у няни, знали о сложностях в семье, но никаких мер не предприняли. Почему родственники и соседи молчат о проблемах детей? Завтра вторая годовщина трагедии в Золе Туде. 21 ноября 2013 года в результате обвала крыши торгового центра «Максима» жизни лишились 54 человека. Несколько десятков были ранены. Завтра в Риге пройдут памятные мероприятия. Только из типографии книга «Помни о Золе Туде». Авторы книги близкие погибших и пострадавшие в трагедии, но оставшиеся в живых. Получить эту книгу можно завтра с 10 до 16 часов в Рижской ратуши. Мы попросили нашу молодежь, это те ребята, у которых погибли родители в Золе Туде, они будут распространять эту книгу, будут стоять ящичек для пожертвований. Только сколько может, будем благодарны. После 4 часов мы перемещаемся на место трагедии в Золе Туде. Там же с 16 до 20.00 можно будет эту книгу получить. Точно так же за пожертвование будет стоять специальная палатка. В 17 часов начнется православная панихида и в 17.44 минуты, это уточненное время, точное время, когда рухнула крыша, максимум 2 года тому назад, мы зажжем освящение временного мемориала. В 17.44, момент, когда 21 ноября 2013 года произошел первый обвал крыши магазина, все лучи фестиваля Старо Рига будут направлены в небо, призывая каждого в эту минуту мысленно помянуть жертв Золе Тудской трагедии. Русское обещание ЛТВ-7 завтра, 21 ноября, готовится.